В студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В начале выпуска к домам на улице Доковской. Их возведение, превратившееся в долгострой, вызвало большой резонанс, на волне которого областное правительство заявило, Архангельск не уложился в отведенные сроки работы и потерял миллионы на продолжение строительства жилья. Насколько справедливо, такое заявление мы попытались выяснить. Строительство четырех многоквартирных домов на Доковской началось в 2011 году. Стоимость работ более 160 миллионов рублей. 146 из них выделил фонд реформирования ЖКХ, в программе которого участвует Архангельск. Конкурс на выполнение работ выиграла компания «Импера Нова». Заказчиком стал «Поморсервис», а мэрия выступила в руле инвестора. Но строительство изначально пошло не по плану. Ни заказчик, ни подрядчик со своими обязанностями не справлялись. А мэрия, как инвестор объекта, под действовавшему закону, причагами воздействия на них не располагала. Но ввиду того, что в рамках законодательства победу в конкурсных процедурах по строительному подряду и контролю за объектами строительства осуществляет тот, кто предложит наименьшую цену, мы имеем на сегодняшний день пагубные последствия на Доковской. То есть цена, предложенная подрядчиком и заказчиком, снижена. В результате подрядчик экономит на качестве, затягивает сроки. И к окончанию первого этапа реализации программы 2012 году дома построены не были. Казалось бы, не выполнены условия программы. Деньги город должен вернуть фонду. Но строительство на Доковской попадает под изменения в законодательстве и становится исключением из этого правила, поскольку дома не построены из-за того, что... К моменту выполнения указанных требований, такое невыполнение связано с выполнением мероприятий по переселению граждан из Ветхого и Аварийного жилищного фонда в рамках региональных или муниципальных программ, не предусматриваемых финансирования за счет средств фонда. Иными словами, если параллельно со строительством прямчастия фонда ЖКХ город возводил социальное жилье своими бюджетными силами, то срыв сроков сдачи программных домов нарушением не считается. А как раз в это время была введена в эксплуатацию первая очередь домов на улице 40 лет Победы, куда были заселены жильцы из Ветхого жилфонда. В августе 2012 года мэрия в адрес областного министерства ТЭК и ЖКХ направила отчет об исполнении программы за 2010 год, где объекты на Доковской были замещены домами на улице 40 лет Победы. Следовательно, замещение было выполнено на законных основаниях, да и по результатам министерской проверки нарушений выявлено не было. Но по прошествии времени область исключает город Архангельск из программы переселения ветхого и аварийного жилья. Мы считаем, что этого можно было бы и избежать, если бы областные власти, областные чиновники своевременно внесли изменения в свою же региональную программу. Тем более федеральное законодательство этого не запрещает. Нежелание правительства области вникать в суть изменений в законе о фонде ЖКХ и должным образом реагировать на обращение муниципалитета и лично мэра Архангельска Виктора Павленко привело к тому, что огромную сумму в 149 миллионов рублей город был вынужден вернуть фонду. И эти деньги город выделил из собственного бюджета, при том, что в инфраструктуру домов на Доковской, которые построены на 75%, уже были вложены немалые средства. Мэрия города настраивалась на завершение строительства, но поддержку области не получила. В итоге ответственность за дома, которые строились при участии региона, полностью легла на плечи муниципалитета. Сегодня мэрия Архангельска готовит исковое заявление в суд, чтобы обязать подрядчика и заказчика завершить строительство домов. А Доковская продолжает ждать, когда дело сдвинется с мертвой точки. Декриминализация лесопромышленного комплекса стала основной темой выездного совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Архангельске. Встреча проходила в формате Совета глав при полномочной представителе президента в Северо-Западном федеральном округе. Подробности у Виктора Кузнецова. Общий контекст выступлений черным лесорубам необходимо поставить за сло. В прошлом году в Северо-Западном округе было зафиксировано более 2000 незаконных рубок, ущерб от которых состоял 972 миллиона рублей. Из них взыскано чуть более 5%. Многие незаконные рубки не могли быть произведены без ведома или попустительства лиц, ответственных за осуществление контроля в сфере лесопользования. Для незаконных рубок используют сохранившиеся пробелы в лесном законодательстве. Кроме того, в России не завершены процессы инвентаризации лесов и постановки земель лесфонда на кадастровый учет. Все это создает почву для различных правонарушений в сфере заготовки древесины. Мы уступаем в эффективности лесопользования другим странам. Основные причины состоят в сохраняющихся пробелах в лесном законодательстве, отсутствии действенного механизма контроля и надзора. Противодействовать криминалу в лесной отрасли предлагается законодательно. В корректировке нуждается таможенная политика. Особую роль в этой работе Николай Патрушев отводит и руководителям субъектов федерации, которые, по его мнению, должны эффективнее координировать взаимодействие правоохранительных, таможенных, налоговых органов и грузоперевозчиков. Виктор Кузнецов, Сергей Погребной, Панорама Севера. И снова к жилищным проблемам. 75% жилфонда столицы Поморья правительства Архангельской области планируют отремонтировать после 2038 года. При том, что в городе три четверти домов деревянные и с минуты на минуту могут стать аварийными. И тем не менее, правительство региона утвердило областную программу капремонта многоквартирных домов. В нашем материале мы расскажем о том, чем грозит несовершенство документа. В утвержденной правительством области программе капремонта 3889 жилых домов, расположенных в Архангельске. Среди них и этот. Проспект Ломоносова, 172, корпус 3. Деревянный двухэтажный дом постройки еще 1917 года. За всю свою почти вековую историю капитального ремонта это здание не видела ни разу. Каково же было удивление жителей, когда правительство области решило, капитальный ремонт этого дома будет произведен только в 40-х годах. Жители бы и рады ждать, да боятся, что не дождутся. Обветшала кровля, да и свайные основания дают о себе знать. Неизвестно уже, каком состоянии, в принципе, она будет через пару лет. И будет ли вообще-то программа исполнена в полной мере. Но я думаю, что все это не стоит затягивать, а решать проблемы сейчас. Или подождать, внося обязательные платежи областному оператору капремонта. В противном случае придется дополнительно собирать средства и производить ремонт за свой счет. Не стоит забывать и о том, что ежегодно в Архангельске сотни домов становятся аварийными, сгорают или признаются не подлежащими капремонту. Областная программа этот факт не учитывает. Программа состоит из пяти этапов, каждый этап это пятилетний этап. И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап входит порядка 600 домов. Хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше. В то же время на последний этап, это 2038-2042 год, отнесено порядка 3000 домов или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках вот этой программы. То есть они должны быть отремонтированы только в самом-самом конце. И из этих 75% лишь десятая часть сможет дождаться ремонта. Судьбу остальных домов областная программа негласно предрешила, как и судьбу средств, которые горожане теперь обязаны направлять на капитальный ремонт. Нет гарантии, что оплаченные вами 6 рублей 10 копеек за квадратный метр будут потрачены на ремонт именно вашего дома. Не распылять деньги архангелогородцев на нужды других населенных пунктов региона помог бы специальный фонд капитального ремонта для поморской столицы. С предложениями создать такой неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко. Но областное правительство эту идею не приняло. В итоге многие собственники жилья в многоквартирных домах не желают участвовать в программе, по которой их жилье будет отремонтировано через 30 лет, а сами жители будут устранены от принятия решений о проведении ремонтов. Кроме того, несколько десятков домов в программе просто нет. Собственники уклонились от предоставления документов для включения в нее. При этом взнос правительство области установило единый для всех, не принимая во внимание, что, например, для ремонта деревянных домов расчетная плата за капремонт должна составлять 29 рублей с квадратного метра. А для того, чтобы отремонтировать дома в районах области, средств потребуется еще больше. Минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, 9-этажные дома, составляет 9 рублей 47 копеек. А по деревянным домам, ну, как правило, неблагоустроенный жилой фонд, 32 рубля с квадратного метра. То есть ощущаете разницу? 6-10 с квадратного метра и минимум 9,47. То есть эта разница должна быть где-то предусмотрена. Поскольку регулятором является субъект, соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области. Этих денег нет. И где их взять, правительство области ответа тоже дать не может. В целом, ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит почти 4 миллиарда рублей. По Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, это более миллиарда рублей. Понятно, что муниципалитету только за счет собственных средств этот дефицит не покрыть. Соответственно, без дополнительного источника финансирования, например, привлечение федеральных средств, реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения. Летний сезон не только время отпусков, но и, по мнению социологов, считается самым благоприятным периодом для поиска нового места работы. Насколько актуальна проблема трудоустройства для наших горожан, этой теме мы посвятили сегодняшнюю рубрику и традиционный опрос. Работу можно найти, просто она малооплачиваемая, и все. Работать можно кем угодно, а вот деньги получать хотят все большие. Трудоустройство в Архангельске существует, и безработица есть. Знаете, я уже давно, в принципе, работаю на себя сам. Я не сказал бы, что в этом городе есть проблемы трудоустройства. Кто хочет зарабатывать, тот зарабатывает. Я считаю, что да, потому что, в принципе, город хоть и большой, но в городе нет каких-то предприятий, в которые можно устроиться молодым людям, прекрасно работать. Перспектив особо мало. В основном развиты только что бары, магазины, все, рестораны. Ну, обслуживание, производства как такового нет. Предложение, вообще рынок есть, рабочих вакансий, но найти работу с достойной оплатой и с достойными условиями труда очень сложно. В продолжении темы трудоустройства в Архангельске мы поговорим с заместителем министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Светланой Скомаруховой. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какая существует статистика по количеству безработных граждан нашего региона? Статистика службы занятости ведет еженедельно. На 14 мая число безработных у нас составило в Архангельской области 9 944 человека. Скажите, а на сегодняшний день достаточно вакансий, которую предлагают центры занятости, и в каких специалистах вообще нуждаются организации? На 20 мая, то есть на сегодня, у нас количество вакансий в службе зарегистрировано 13 472 единицы. В основном это 70% это рабочие специальности, ну и мы работаем с теми организациями, которые нам предоставляют сведения о потребности. Светлана Александровна, скажите, существует проблема дефицита кадров? На сегодняшний день рынок труда у нас испытывает потребность в рабочих специальностях. То есть у нас есть дисбаланс в тех профессиях, которые на сегодняшний день заявляют работодатели. Так как 70% вакансий это рабочие и неквалифицированные, скажем так, специалисты, то на сегодняшний день у нас не хватает тех граждан, которые состоят на учете, поэтому потребность рынка труда мы на сегодняшний день восполнить не можем. А что бы Вы посоветовали гражданам, которые желают устроиться на работу, куда лучше обратиться? Ну на сегодняшний день у нас Федеральная служба по труду и занятости разработала сайт, он называется «Работа в России», там у нас ежедневно вакансии обновляются по всем субъектам, это первый момент, то есть можно посмотреть вакансию в любом субъекте и обратиться непосредственно к работодателю, и возможно трудоустроиться. Также у нас есть сайт Минтруда, наш архзан.ру, где вакансии обновляются в конце рабочего дня. Ну и несколько лет назад служба занятости приобрела сенсорные киоски, граждане, которые не желают быть зарегистрированными в качестве безработных, могут обратиться в центры занятости непосредственно, посмотреть вакансии и обратиться непосредственно к работодателю. Также у нас в центрах занятости есть банк резюме, можно свое резюме предоставить в центры занятости, и работодатели, непосредственно обращаясь в службу, могут посмотреть потенциального соискателя на ту или необходимую должность, ну и соответственно потом пригласить его на собеседование. Светлана Александровна, спасибо за ваши комментарии. Я напомню, на студии была заместитель министра труда, занятостей и социального развития Архангельской области Светлана Скомарухова. Продолжит выпуск новостной дайджест, информация короткой строкой. В эти выходные в Архангельске прошел очередной общегородской субботник. В работах по уборке города принимали участие горожане всех возрастов. Воспитанники детских садов, ученики школ, студенты, преподаватели. В Октябрьском округе в субботнике участвовало около 1700 человек. Более 800 горожан вышли на уборку улиц и дворов в Ломоносовском округе. Заместитель мэра Владимир Гармашов получил ускорить работу по вывозу собранного мусора и максимально использовать возможности имеющейся техники. На заседании общественной комиссии мэрии Архангельска обсуждался вопрос о возможной месте установки памятника героям Первой мировой войны. Типовой проект монумента представляет собой четырёхгранную гранитную стеллу высотой 3 метра, увенчанную гербом России, с бронзовым барельефом и надписью «Героям Первой мировой войны 1914-1918 года». В качестве варианта для размещения памятника предлагается площадка на улице Суворова. В Архангельске открылись музыкальные «Белые ночи» с участием Архангельского камерного оркестра итальянского композитора Марчелла Ферра, а также известные альтистки, лауреаты международных конкурсов, урожинки Архангельска Анны Серовой. 27 мая на вечере камерной музыки «Романтизм, страсть и виртуозность» Анна Серова сыграет в дуэте с пианисткой Натальей Морозовой. С 22 по 25 мая в Архангельске пройдёт 9-й международный фестиваль «Архангельск Блюз». В фестивале примут участие известные музыканты из России, США, Англии, Норвегии. 22 и 23 мая в 19 часов на телеканале ПС и портале «Правда Севера» в интернете смотрите прямую трансляцию международного блюзового фестиваля. Электроника и бог в помощь. В Архангельске реализованная и успешно работает компьютерная система колокольных звонов. Чуть более года назад её запустили в Соловецком подворье, а в будущем планируют установить и на новом Михайло-Архангельском кафедральном соборе. Колокольные звоны вернулись в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже стали привычны уху обычного горожанина. Хотя, как к этому можно привыкнуть? Конечно, привлекает как красота, красота звука, музыкальное исполнение. Но когда ты всё-таки понимаешь, что такое колокол, о чём он звонит, то появляется наполнение этого звука ещё чем-то больше, не земным. Немногие в Архангельске знают, что уже более года колокольным перезвоном в Соловецком подворье управляет не опытный звонарь, а электронная машина. Звонарь появляется электронно именно там, где, когда у прихода возникает такая необходимость. Именно вот на Соловецком подворье, может быть, в силу того, что это всё-таки подворье монастырское. Проще говоря, когда нет своего звонаря. Профессия в наше время редкая. Проблема не только для Архангельска. Решить её взялся Международный центр колокольного искусства с помощью электроники. Для начала обратились к западному опыту, но оказалось, что в России он не подходит. Там сама механика, то бишь, там идёт удар не за язык, а снаружи молоток. То бишь, это только католические звоны, то бишь, это надо перестраивать всё как бы и архивы. Они очень сложные и, скажем так, они не приспособлены под православные колокола. Пришлось создавать свою электронно-механическую систему, в которой приводы, сила и протяжность ударов рассчитаны именно на наши колокола. Первую установили осенью 2012-го в Белгородской области. В числе пионеров был и Архангельск, а дальше Самара, Благовещенск, Москва и Санкт-Петербург, Сочи и Сент-Ки по всей России. Колокольный звон – голос храма. Но способен ли полностью электронный звонарь заменить человека? Живой звонарь, человек, он может позвонить так, как всё-таки механически не позвонит. Какие-то добавить красивые приёмы, вот как-то внести разнообразие в звон, что-то привнести такое творческое. Звоны для электронного звонаря пишет звонарь. И именно сердце-то звонаря именно в этом, в звонах. Не будет звонов, это просто машина будет, ну она не нужна. Вот и выходит, что как мы удержим технический прогресс, над человеческой душой он не властьен. Хотя пренебрегать новыми возможностями тоже не следует. Потому специалисты Центра колокольного искусства ведут работу по внедрению и настройке колокольной системы в главном, кафедральном соборе Архангельска. Электронный звонарь должен прийти на помощь и здесь. Управлять четырьмя колокольными сразу одному человеку без помощи техники просто не под силу. Виктор Куренцов, Сергей Минин, Панорама Севера. 200 лет Конституции Норвегии отмечают в столице Поморья. Многие столетия нашей северной земли связывают экономическое и культурное сотрудничество. В этом году настоящим подарком для публики стал концерт камерного хора из норвежского города Бэрум. В камерном зале побывала Екатерина Грицыенко. Этот особенный праздник, День Конституции Норвегии, музыканты камерного хора Бэрум встретили в Архангельске. Дирижер хора Маргарита Михайлова – наша землячка, но для ее коллектива это первый концерт в столице Поморья. Впрочем, как и в России. Им очень интересно, конечно. Как бы сразу заметили, что очень такие отзывчивые люди, им очень нравится. Свобода слова, печати, предпринимательство, неприкосновенность личности – вот те права, которые гарантирует жителям норвежского королевства Конституция, принятая 200 лет назад. Недаром День Конституции в Норвегии отмечается еще и как День независимости. Многим участникам нашего хора было даже немного сложно сегодня исполнять национальный гимн. Настолько наши сердца переполнены чувствами. В День Конституции норвежцы надевают национальные костюмы или прикалывают на одежду ленточки символический флаг с левой стороны у самого сердца. Нам хочется, чтобы вот это выступление этого отличного хорового коллектива было началом целой программы обмена хоров наших и норвежских, чтобы мы смогли в Архангельске немножко приподнять этот вид искусства. Они не поехали на любимую дачу и не стали нянчиться с внуками, а вышли на старт. В Архангельске на стадионе «Динамо» прошла спартакиада среди пенсионеров. И, как убедился Артемий Заварзин, им покоряются любые высоты. Их седины говорят о их возрасте, но отнюдь не о прекрасной спортивной форме. Дважды и трижды дедушки дадут фору любому начинающему спортсмену. Судите сами. Участник мужского забега на 400 метров Валентин Брагин ежедневно пробегает по 15 километров. И это в 73 года. В 114 городах выступал Советский Союз. Стадионов черт-то знает сколько. Трудно сосчитать. Ну, как видите, ни старый, ни малый. Чувствую себя, дай бог, другому. Прекрасно чувствуют себя и участники в другой дисциплине – в пулевой стрельбе. Очки Архангела Городки Зои Андреевой нужны совсем не для чтения газет, а для точных попаданий в цель. А это дает адреналин. Я забываю, сколько мне лет. Вот недавно на День Победы я отметила 26 лет. Все прекрасно. Адреналин, общение. И не забываем, вечно молодые пропагандируем здоровый образ жизни. Десятки неутомимых пропагандистов спорта и здорового образа жизни из нескольких городов региона положили начало новой физкульт-традиции. Ведь Спартакеада пенсионеров в Архангельске проходит впервые. Первые старты, я думаю, в следующем году будут уже более серьезным мероприятием. Наберут масштаб. Все больше муниципальных образований будет направлять пенсионеров для участия в Спартакеаде в следующем году. Ну а сейчас это активная жизненная позиция. У пенсионеров это активное долголетие, это здоровье, это спорт, это бодрость духа. Продолжат покорять спортивные высоты пенсионеры области уже в июне. В городе Чебоксары их ждет всероссийская Спартакеада. Пообещали, без наград не вернуться. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 21 мая, доллар США 34 рубля 60 копеек, евро 47 рублей 40 копеек. Это была информационная программа Панорама Севера. Через несколько минут в прямой эфир на программу в центре внимания придет психолог Владимир Кузнецов. Тема программы – алкоголизм, беда или вина. Звоните в прямой эфир 639-717. Я с вами прощаюсь. В студии работала Лена Гончарова. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Тяжкое бремя выпало мне – прогноз погоды вещать. И главное, хочется радовать вас, но нужно и правду сказать. Так что вот вам самый честный прогноз погоды на 21 мая в Архангельской области. В Котласе сегодня плюс 23 днем. Ясно, вечером, возможно, гроза. В Плесецке малооблачно, гроза, слабый дождь и плюс 28 градусов на термометре. И в Вельске также жаркая весна. Там сегодня небольшой дождь, гроза и температура воздуха плюс 27. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром 22, ясно, ветер умеренный. Днем небо затянут легкие облака. Возможен дождь, температура воздуха 21 градус. Вечером прекрасная погода. Малооблачно, ветер слабый и плюс 16 на термометре. Вот оно какое наше лето. Лето яркой зеленью одето. Лето жарким солнышком согрето. Дышит лето ветерком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. До встречи на телеканале ПС. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.